Всем привет! Сегодня будет парфюмерное видео. Сегодня поговорим об ароматах Dior. И конкретно хочу поговорить об ароматах Poise. Великолепные ароматы, которые популярны по сей день. У него большое количество фланкеров, большое количество разных вариантов, разных названий. Tender, Midnight, Esprit, Girl, новая, которая вышла, Dior. В общем, замечательные ароматы. У меня есть несколько, три миниатюры. И некоторые у меня были, которых я тоже хочу рассказать. Мне кажется, это те ароматы, которые мне больше всего, наверное, нравятся на данный момент. Первое, наверное, хочу начать с классического. Это у меня Poison Esprit de Parfum. И это именно винтажная версия. Здесь еще Christian Dior надпись полностью. Очень знакомый нам флакон. Мне кажется, это был культовый аромат 90-х. Мне кажется, его любили многие. И многие его имели. И у меня почему-то сразу, когда я ощущаю этот аромат, всплывает Кобра, которая была таким бюджетным вариантом Poison. И, конечно, приятные, классные воспоминания. У меня Esprit. Классическая версия Poison немножко другая. Она до сих пор продается в линейке Dior. И прекрасный классический аромат. Здесь есть большое сходство с классической версией. Но здесь он более амбровый, более спецовый, более теплый. Великолепная стойкость. Великолепные, конечно, характеристики технические. Великолепная стойкость. Великолепный шлейф. Обезоруживает сразу аромат с такими соблазнительными нотами. Сливы. Красивых лесных ягод. Кориандра. Аниса. В сердце здесь медовая роза. Жасмин. Немножко туберозы. Красивые цветы. И завершающий такой аккорд в виде нот сандала, кедра, мускуса, кашмирана. Просто великолепное творение, которое... Видимо, вот Esprit, он немного другой. И поэтому у меня к нему немножко такое впечатление, что он актуален и сейчас. Он похож, конечно, на классическую версию Poison. Но все равно он другой. Слегка больше амбры, больше специй, больше тепла, мне кажется, в нем. Более такой горячий. Прекрасный вариант на холодную промозговую погоду, на дождливую погоду. Все это относится к классическому классическому классической версии Poison. Мне кажется, это аромат тоже шедевральный, классический. Аромат для красивого выхода. Театр, ресторан. Бархат почему-то у меня всегда ассоциируется с этим ароматом. Красивые украшения. Рубины, бриллианты, изумруды. В общем, великолепное создание. И мне, конечно, больше всего нравится его слушать именно в такую вот влажную погоду. Просто творение бесподобное. Очень теплый, укутывающий, такой соблазнительный. Мне кажется, он делает женщину необыкновенно соблазнительной, чарующей. И такой, знаете, женщиной вамп. Следующий аромат, который, наверное, из-за которого я и решила снять это видео, это Midnight Poison. Это уже Dior. У меня, к сожалению, его не было никогда. И я его не тестировала. И я все время слышала очень много, когда говорят о Poison, почему-то всегда вот в цене. Именно все его ищут, все его любят, все его хвалят. Все им восхищаются. У меня было очень любопытно узнать, что это за аромат. Я его, наконец-то, нашла. Сейчас этот аромат очень дорого стоит. Его очень трудно найти. Ну, я не разделяю этих восторгов. Мне, конечно, аромат... Он интересный, он необычный. Здесь есть... И красивый шипр, мне кажется, такой фруктовый. Мне напомнил он очень... У меня был Amor Amor Tentation. И он мне его напомнил вот очень сильно. Та же мрачность, та же такая... Мне кажется, какие-то вот потусторонние силы, что-то такое темное. При этом очень привлекательное, очень соблазняющее, напряженное такое. Знаете, в принципе, аромат красивый, конечно. Но я, в принципе, понимаю любителей этого аромата, что им так в этом нравилось. Ну, вот у меня был этот Amor Amor Tentation. Я его тоже дорого очень купила, потому что тоже редкость, снятость. Но я не смогла им пользоваться. В общем, подарила дочери. Она с удовольствием его использовала до последней капельки. И получала массу комплиментов. В принципе, здесь я тоже согласна. Просто это не мое направление. Я не очень люблю такие парфюмы. Это, конечно, интерпретация такая интригующая, манящая и немножко таинственная. Здесь открывается аромат красивыми нотами дамасской розы и пачули. Вот то, что я не очень люблю. Не стал моим любимым. Я очень рада, что я познакомилась, потому что действительно очень много слышала об этом аромате. Я, в принципе, понимала, что пачули, розы, я не очень люблю эти ноты, наверное, поэтому. Но многие ароматы этот любят, обожают, ценят и, вот я говорю, получают массу комплиментов. Да, аромат, конечно, очень красивый. Мой любимый, мне кажется, аромат – это Pure Poison. Я его очень долго носила. Сейчас у меня это уже более легкая версия, цитрусовая, свежая. Для меня открывается аромат красивыми цветами. Мне кажется, он такой весенний, свежий, очень энергетический такой, положительный. И ноты, конечно, красивых цитрусов, туберозы, жасмина – все это очень в легкой такой интерпретации. Мне кажется, вот на тот момент, когда я его покупала и когда я им пользовалась, потому что все остальное для меня было слишком сложно, слишком тяжело. А вот Pure Poison тогда казался для меня прям таким вот моим пуазоном, моим ароматом. Я чувствовала в нем себя. И вот несколько лет он у меня был. И он очень понравился дочери, и я его ей подарила. Ну, я просто посмотрела, что я не пользуюсь практически этим ароматом в последнее время. Видимо, тоже я насытилась, присытилась, и мне уже его было как-то, ну, вообще не хотелось носить. Поэтому я его отдала. Еще одна любимая версия – это Poison Hypnotique. А лицом этого аромата стала моя любимая Моника Белуччи. И этот аромат, конечно, всегда привлекал мое внимание. Но я сейчас у меня его нет. Но я планирую им обзавестись, потому что этот аромат очень женственный, очень притягательный, очень чарующий. Открывается аромат нотами прекрасного бергамота, сочного граната. Сердце – это цветы апельсинового дерева и жасмин. И завершается это все красивым кашмираном, кедом. И аромат такой, знаете, действительно… Я чувствую в нем ноты… Вот, видимо, гранат я обожаю в парфюмерии. И меня он этим пленил. Еще мне нравится в нем такая, знаете, легкая гурманика. Мне кажется, там есть какой-то марципан, есть немного каких-то восточных сладостей. В общем, для меня этот аромат очень красивый и при этом интригующий, завораживающий, но при этом еще и вкусный. Вот я чувствую в нем именно ноты такой приятных каких-то десертов. Я его собираюсь тоже приобрести. Он у меня был. И, к сожалению, тот аромат, который у меня был давно, и он у меня закончился. И на данный момент я подумываю опять с ММ завестись. У меня есть бюджетный вариант этого аромата. Это Тезори Дориэнте Фьори Ди Драгоне. Он очень, кстати, на него похож. Но все-таки Диор – это Диор. Он более сложный, он более чарующий, гипнотический, завораживающий. Не зря все-таки он называется гипнотик. И это для женщины, которая умеет очаровывать одним лишь взглядом. И еще одна версия, которая тоже мне понравилась. И эта версия именно в туалетной воде – это Пойзен Геол. Это у меня, знаете, мой миниатюрный такой набор миниатюр от Диор. И вот этот аромат, которым я больше всего пользуюсь. Вот Жадур у меня лежит, а вот Пойзен Геол – он у меня прям в ходу. Аромат мне очень понравился. Я его протестировала сначала в Eau de Parfum. И, к сожалению, мне показалось ничего особенного, ничего такого интересного. Я, в общем, думаю, это мне не нужно. Но когда вот у меня появился этот наборчик, это Eau de Toilette. И вот она очень-очень мне подошла. Это аромат, который, мне кажется, действительно Геол. И Eau de Toilette, она еще более легкая. Открывается красивым апельсином и бергамотом. Сердце – краска, роза и жасмин самбак. И базе – ваниль и мускус. Вы знаете, это действительно вариант для молодой красивой девушки. Но при этом очень, в общем, сохраняется вот это вот чарующее, что-то такое теплое. Очень такое немного мистическое. Все-таки как во всех позам. Но при этом есть легкость и кривость. Такое молодежное направление. Но в то же время для девушки, которая не боится выделяться. Такая версия современная, яркая. И при этом красивая, шлейфовая. Подходит для любой оказии. И на день, и на вечер, мне кажется. Вот этот вариант именно Poison Girl. Poison Girl, именно этот туалет. Он, мне кажется, я люблю такие сейчас ароматы. Немного сладковатый, немножко и ваниль, и мускус, и роза красивая, и жасмин. Цитрусы очень великолепные. Мне кажется, цитрусы какие-то мармеладные. Вот есть такой десерт. Panforte называется десерт в Италии. И там внутри вот этого сладкого, вкусного желе цукаты, апельсины, мандарины, лимон. А вот это все сицилийский. В общем, такая, знаете, как бы они поплатили здесь и легкость, и в то же время такие вот гурманские ноты. И вот я люблю такое, когда апельсин, лимон, в то же время это все в таком мармеладное. Очень красивый аромат. И я, наверное, его обязательно офлаконю, потому что, видите, у меня уже здесь почти половинки нет. Это хороший показатель. Если аромат у меня вызывает такие вот эмоции, если я миниатюру не жалею и трачу, значит, скорее всего, надо обязательно купить флакон. Я знаю, что еще есть прекрасный тендер пуазон. Есть варианты. Несколько вариантов. Есть гелл. Несколько вариантов. Есть пуазон. В общем, очень много всего. Если вы знаете, знакомые, классической версии, с какими-то фланкерами, тендер, миднайт, гелл, еще какие-то варианты, то пишите обязательно. Потому что благодаря вам я тоже нахожу что-то для себя новое, что-то красивое, что-то необычное. И таким образом мы с вами делимся своими впечатлениями об ароматах. На этом все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Я вас немножко развлекла. Ставьте лайк, подписывайтесь. И пока-пока.